И тут в ленту к нам врывается злой гринч. Давайте сделаем его очень необычным способом. На подложку из светло-серого мы наносим разметку и джемтиклер мы делаем выпуклые части. Это очень удобно делать именно этим материалом, потому что он густой, не сильно растекается и высыхает без остаточной липкости. Мы выделяем брови и мордочку, а также верхнюю губу. Брови сделаем еще более фактурными, нанеся еще один слой джемти и носик. Теперь берем текстур пейнт и делаем шерстку. Шерстку мы делаем дотсом, предварительно нанеся текстур пейнт на всю поверхность, кроме глаз. Потом в сочетании с витражными гель-лаками получается очень классная текстура и очень интересное выделение шерстки. Теперь новым материалом хайли мы будем выделять брови и нос. Это более зернистая фактура, ее можно вот так вот лепить практически как акрил и разукрашивать. Для разукрашивания мы берем витражные гель-краски и сначала наносим салатовый, смешав желтый и зеленый, а потом более темные участки выделяем зеленым, вот таким более бутылочным оттенком. Теперь берем коричневый и подкрашиваем теневые участки. Это у нас участки под бровями, под глазами, в зоне рта и носа. Теперь зелененьким ставим зрачки в глазнице и уже черненьким. Черный я смешала немножко с теклосом, чтобы он тоже стал витражным. Делаем наши тени еще гуще, а взгляд гринча еще мрачнее и мрачнее. Также мы берем импасту лайм и уже перекрыв все вельвет топом и хорошенько просушив, мы делаем такие вот неоновые ворсинки. Посмотрите, как прикольно лег витраж в текстурную краску, да, и у нас получился прямо мохнатый, 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 мохнатый гринч. Белый эмпаст и белый рафинад мы выделяем в самые светлые части. У зрачков ставим блики и рисуем белые шерстинки. Также на бровях делаем акценты. В дополнение я еще нарисовала типс компаньон, и посмотрите, какая прикольная композиция получилась. И несмотря на то, что у нас есть барельеф, он абсолютно не цыплючий. У вас есть гринчи среди клиентов, которые не любят Новый год и Рождество? Продолжение следует...